Делегация Кировской области вернулась из Ульяновска, где прошел первый международный форум социальных работников ПФО «Социальная сплоченность, открытое общество, равные возможности». Об общем курсе, взятом России в работе с инвалидами и о выступлении на форуме Кировчан, наш следующий репортаж. Делегация Кировской области приняла участие в работе трех круглых столов. В двух из них были представлены доклады об опыте нашего региона. Чем ценен был этот форум, я очень серьезный позитив получила. Во-первых, большой состав, хорошая организация. Самая главная мысль, которая была заложена в этом форуме, это социальная сплоченность общества. Под этой самой социальной сплоченностью понимается взаимодействие государства, бизнеса, общественных организаций и граждан. Вопросов, требующих решения, очень и очень много. Это и создание безбарьерной среды для инвалидов, и вопросы реабилитации, и работа с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Только в нашей области их проживает 39 тысяч. Пока больше всех в решении этих вопросов преуспели Татарстан, Тверская и Саратовская области. У нас точечно проводится оснащение объектов пандусами, подъемниками, светофорами. Но, к сожалению, говорить о безбарьерной среде еще рано. К следующему координационному совету, который у нас создан при губернаторе по инвалидам, мы подготовим аналитическую записку на имя Никиты Юрьевича о том, как мы видим себе вот эту работу по созданию безбарьерной среды, по изучению и адаптации объектов, где люди проживают, где люди должны получать различные государственные, социальные, медицинские, образовательные услуги. Более 80 инвалидов сейчас жалуются на проблемы жилого фонда. Необходимо создать банк данных, где будут размещены пожелания и результаты опросов людей с ограниченными возможностями. В Татарстане, например, уже созданы карты доступности, по которым можно проложить маршрут до интересующего объекта, взять хотя бы Кировский центр реабилитации для молодых инвалидов. В самом здании есть и пандусы, и подъемники, и лифты. Но доступа к нему, начиная уже от лестниц, когда вот такие бордюры, которые, причем с директором говорили сейчас, он говорит, в свое время, когда город Морстрой строил, выкладывал там эту дорогу, мы говорили с мастером, что вы делаете, у нас же инвалиды к нам приезжают, им же не переехать, нас, говорит, никто тогда не услышал. Вот это вот надо, чтобы было донесено до сознания всех. Первые категории, с которыми надо работать, это колясочники, инвалиды по зрению, инвалиды по слуху и умственно отсталые. Специальные лифты, дорожки с тактильной плиткой, звуковые светофоры, те же пандусы и низкие бордюры. Все это очень длительные и дорогостоящие задачи. Но самое главное – повернуть сознание людей. И не только чиновников, а самих инвалидов, общественных организаций и просто граждан. Анастасия Каминская, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.